Ни для кого не секрет, что вот уже многие годы землю населяют люди-капподастры. Кто они? Беглецы из вымышленной реальности или люди, применяющие баррэ на пятом ладу? Сверхсекретные знания от человека, который всю свою жизнь посвятил работе на капподастрном заводе. Всё это и многое другое в передаче «Кутачок музыканта». 250 лет назад люди даже не предполагали возможность использования капподастра вместо обычного кожаного баррэ. Сможет ли Ник Кемплинг доказать, что его металлические приблуды сопоставимы с энергией, которую даёт нам обычная костяная рука? Не, ну ты хочешь сказать, что вот это вот всё вот оно как бы отличается, да? То есть это капподастр, который всю жизнь у меня на Грошинском фестивале стоил 13 рублей, дешевле хот-дога, то это вот металлическая, вот эта вот цыганская штука у нас с гравировкой, с гравировкой ЗВДВ стоит 900 евро. Давайте вместе разбираться. Значит, что это такое? Устройство для транспонирования музыки. Иными словами, вот это вот кожаное изобретение можно отрезать и подматывать скотчем, грифу, но, скорее всего, результат достигнут не будет. Поэтому люди придумали специальные капподастры из современных материалов. Задача заменить ваше кожаное баррэ на баррэ из современных источников. Я бы не хотел поцарапать свою гитару. Не хотел бы. Поэтому одним из ключевых требований я выставляю хорошие прокладки, которые не оставляют вмятин и не царапают мою гитару. С другой стороны, ребята, самое главное, это равномерное прижимание струны. То есть если вы прижмете струну слишком сильно, то она начнет высеть. Если вы струну не дожмете, она начнет звенеть. Все бы ничего. Казалось бы. Вот здесь подписано, видите, классик гитар, стил гитар. Все они отличаются длиной своего куточка. Здесь легко можно увидеть. Ширина, широта грифа. Но не стоит забывать, что у грифа также есть радиус. Радиус грифа от гитары к гитаре разный. И если он не совпадает с тем радиусом, что у вас есть на Кападасе, то прижим струны будет неравномерный. Взгляните вот на это видео от официального производителя, где он ласково объясняет, что хорошо бы все струны прижать равномерно. И сделать это можно с помощью новой серии Performance 3. По сути дела, эта штука просто немножко вминается. Вминается, тем самым распределяя нажим по вашему радиусу. Изобретение, можно сказать, дебильное. Или, иными словами, очевидное. Почему этого раньше никто не делал, мне непонятно. В чем, собственно, была проблема. Классно, что здесь есть вот такая уж штучка. Я просто его кладу, не боясь сломать гитару. Кладу и зажимаю. Собака. Насколько быстро я могу это сделать? Следующая песня про грязную, про грязную, про грязную лошадь. Хорошо. А следующая песня про волшебную тучку. Вот этот аккорд был не в коллекции. Значит, все началось вот с таких вот маленьких штучек, где нет ничего. Вы просто одеваете. Вот такими мы и пользовались в 1972 году. Вы просто одеваете и навинчиваете, тем самым регулируя зажим. Здесь тоже есть три длины. Акустик электрик, классик фламинко. И это электрогитара для подростков. Как видите, скорее всего, это укулеле. Очень маленький, очень маленький. У укулеле маленький. Да и хер бы с ними. Понятно, что такими мы пользоваться не будем. Только самые нищеброды, которые вот смотрят такое видео, они, конечно, пойдут и купят вот такой вот стратокастер. Клик, твист, плей. На самом деле, хорошая вещь. Не стоит переплачивать. Но люди думали и над другими сериями. Вот классическая прищепуля. Классическая прищепуля. Серия называется Нэшвилл. Тоже есть. Я уже показывал. Вы просто надеваете прищепку, чпок и полетели. Сзади ласковый материал. Спереди к вопросу о радиусу. Никак. Ребята не подошли в данной серии. Но на мой взгляд, на мой взгляд, это без разницы. Скажем так. Похожа на какой-то рекламный трюк или нет. Я еще сам не пробую. Просто сижу и парю чушь. Возьмем вот эту писюльку. И... Разломалась сразу же. Возьмем другую. Это мощнейший каподастер, который отвечает на наш вопрос. Нужно ли действительно подбирать длину каподастера? Вот это от классической гитары. То есть мы можем заметить, что он существенно выпирает. Влияет ли это? Давайте нажмем. Как видно, шестая струна не прижимается. Попробуем поставить его более посередине. Не работает. И сзади не попадает. Поэтому, скорее всего, дело действительно так. Лучше подбирать конкретно под вашу модель. Вот это... Точно работает. И у него очень-очень жесткая пружина. Что хотелось бы отметить. Сила прижима не регулируется. То есть пружина она как есть, как ее создал. Мастер Йогенбруду. Видите, сделана в Китае. И разработана в Соединенном Королевстве Королевы. В Королевьем Королевстве. А компания эта, собственно, называется Г7. Ну, это какой-то музыкально-жаргон. Я не знаю. Нелон, туда-сюда. Классная штука. Дальше. Пацаны подумали, а неплохо было бы сделать это регулируемо. И появился вот такой вот Ньюпорт серии гитар Капо. Цвета туда-сюда. Здесь есть задний прижим, передний прижим. И вы регулируете. Как только вы отрегулировали, вы можете потом просто отстегивать. Вам не обязательно каждый раз навинчивать. Вот вы как бы настроили под свою гитару. Потом просто кладете. Чпок. И полетели. Отстегнули. Пристегнули. То же самое. Классическая гитара. Стальные струны. Разные цвета. И вот это вот уникальная разработка для 12-струнной гитары. Здесь прижимной блок с выгрызами. С выгрызами. И вот здесь на картинке также можете проследить, что для толстой струны выгрыз нужен побольше, для тонкой поменьше. На самом деле это чертовски удобно. Здесь я могу регулировать. Я поставлю. И потихоньку, потихоньку довожу. Как только я определил, вот таким вот движением он снимается. И больше я уже к этому как бы не возвращаюсь. То есть я просто накидываю. И полетели. И полетели. Перформанс 2 серия. Здесь эффект ниппеля. То есть вы двигаете, нажимаете в одну сторону, он нажимается, а назад уже не идет. То есть иными словами вы просто кладете, делаете чпок и полетели. Все. С одной стороны это гениально. С другой стороны отрегулировать силу прижатия очень трудно. Настроить ее точно. То есть вы можете чуть-чуть сильнее пережать. Для этого все. То есть как только вы попали в ловушку дьявола, вам нужно опять все это снять. И еще раз перенадприжать. И опять. И опять. То есть отрегулировать очень сложно. Это быстро, но можно как следует попасть в просачку. Как вы понимаете, в клубе дрожащими руками найти эту черную деталь присовокупить почти невозможно. Но тем не менее мы попробуем. Значит накручиваю. И песню про тучку. И чтобы его снять, вам нужно как следует озадачить, чтобы опять ничего не выпало. В общем, эта схема рабочая. Но абсолютно не концертная. Правда это или выносили. Сейчас мы проникнем в святою святых. На задворке производства каподастеров G7TH. Это сверх секретная информация, поэтому я попрошу не хихикать, не гоготать, а просто принять так, как есть. Ведь этот человек потратил более 36 тысяч часов в наработке металлонейлонового производства. Каподастер, надень или умри. Я работал на каподастерном заводе G7TH. Последние 72 года мне даже некогда было сходить в туалет. Жестокие люди заставляли меня работать без передыху. И я доставал нейлон, насаживал его на железку и отправлял в продажу. Все его покупали, всем очень нравилось. Поэтому меня заставляли делать сверх нормы. Руки были в мозолях, тело потело. Я не знал, как выпутаться из этой ситуации. Ведь миллиардные очереди за товаром жаждут своего удовлетворения. Кроме того, отмечу, что вот эти, Капо Перформанс 2, он уже тяжелый. Эти все они довольно легкие. Совсем детские, детские. Дед Капо 2 уже тяжелее. Капо 3 еще тяжелее. Капо 3 потрясающе работает, если вы знаете, есть такое изобретение Fat Head. Ожирение головного мозга. Если вы надеваете на голову грифа ожирение головного мозга, то у вас гитара начинает как бы лучше резонировать. Конечно, это не доказано. Но если вы потратили 52 доллара на Fat Head, то, скорее всего, гитара будет звучать лучше. Вот эту штуку вы можете использовать в качестве основной задачи или в качестве Fat Head. Сейчас мы с вами попробуем. Но даже если она у вас стоит в качестве Каподастера, то, в принципе, она увеличивает массу грифа. И это как-то сказывается. Давайте я сыграю рифок. И вы посмотрите, есть ли разница. На ощущениях разница довольно большая. Гитара стала богаче резонировать. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Еще разок. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Ветред. Или здесь. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Зачем вообще нужен этот самый стратокастер? Давайте я объясню. Вот, например, есть у меня песня волшебная, которая предполагает соло. Но это соло должно играться не от ми, а от фа диез. Играется оно вот где-то здесь, но с открытыми струнами. Я не могу сделать, не могу держать вот так, а здесь нажимать тэппингом, тогда пропадет атака. Не могу сделать и наоборот, тогда пропадет атака. Мне нужна серьезная атака медиатора, но в то же время от фа диез. И именно в эти моменты жизни на помощь приходит Краподася. ДИНАМИЧНАЯ МУЗЫКА Нет, ну по факту, брать или не брать. Вот, то есть, одно дело, когда Ник Кэмплинг мне прислал посмотреть, другое дело, когда я из собственного кармана достаю гроши. Какой выбрать? Разбег довольно большой. Ну, что сказать? Добавить, в общем-то, нечего. Ребята, берите максимум своих возможностей. Если вы действительно пользуетесь Каподастерами, то вы не пожалеете. Существует множество различных версий, различных Кападий и различных бодификаций. Но! Вам нужно понять главное, будете ли вы использовать его в студии или в концертной практике. Насколько быстро, четко и точно вам нужно умение насаживать, умение транспонировать и превозобладать над музыкой, над ее обертонами и другими гармоническими развязками. Лично я предпочитаю тот Каподастер, как студийный червь, который максимально точно регулируется в нагрузке своей. Все гитары разные, все струны разные. На концертах я этой ерундой не занимаюсь, поэтому лучше всего, если я надел и аккуратненько, аккуратненько подкрутил натяжение, напругу точно так, как мне нужно для данной позиции, для данной гитары, для данной песни, для данного всего данного. Вот такой вот я, так сказать, расклад и внесу в резюме. Я напишу самое главное. То есть, с этой фразой вы можете подойти в магазин, показать ее продавцу и пойти в шаурмячную. Ребята, суть проста. Лично я и необоснованно расследовательская передача Куточок-музыканта объявляем конкурс с призами. Все будет наоборот. Я подам вам трек соло, к которому вы должны будете доделать какие-то ритмоккорды, барабаны, бас, пианино, все что угодно, чтобы это стало похоже на песню. Наоборот, я не буду давать вам бэггинг-трек, на который вы будете делать вот эти вот сопливые, никому не нужные, не дотянутые соло. Возьмите это и выкрутите. Выбросьте это навсегда из своей головы. У вас это не получается. Я запишу соло для вас. Три волшебные ноты. И к этому вы должны будете придумать некоторую оболочку. Барабаны, гитару, аккордовую прогрессию, бас, все что угодно, чтобы это начало звучать. Я могу повторять множество раз, но давайте лучше посмотрим на призы, которые вы получите. Будет всего три места. Раз, точный список, точный список, кому какие капода сердостанутся. Вот этот мужчина лично меня просил не подсуживать. Поэтому, ребята, я открою специальный счет, куда вы сможете присылать свои, ну, так скажем, серьезные намерения. Лучше в долларах. Пойду. Вопрос возникает у многих, почему я стою в такой странной позе. А я отвечу. Пойду писать. С вами была научно-расследовательская невероятно невнятная передача Кудачок музыканта. Оставайтесь с нами, подписывайтесь на неведомые новости и будьте в курсе всех событий.